Ко мне часто на прием приходят родители, которые очень сильно недовольны поведением бабушек и дедушек. Они спрашивают, почему мои родители так сильно балуют моих детей? Давайте разберемся, почему дедушки и бабушки балуют своих внучат. Скорее всего, они уже просто соскучились за этим детским возрастом. И они, глядя на этих малышей, умиляются, они счастливы от того, что они видят свое продолжение в этих маленьких детях. Как правило, непонятным и неприятным остается тот факт, когда мы видим, мы, родители, видим, что нашим детям, наши родители разрешают больше то, чего в детстве не разрешалось нам. Они их искренне любят и балуют. И в какой-то степени родители чувствуют ревность по отношению к своим детям. Это другие крайности, когда дедушка с бабушкой проводят не так уж много времени со своими внуками, но за то короткое время, что они провели вместе, дети приходят, но просто домой невыносимыми. Они успевают разбаловаться, они успевают просто прийти в состояние какого-то повышенного напряжения и возбуждения. И родителям потом бывает порой очень сложно их успокоить. И, конечно же, в этом видео я хочу обратиться к бабушкам, к молодым бабушкам, к молодым дедушкам с призывом не баловать своих внуков. Если есть какой-то режим питания, либо сна, его нужно соблюдать. Сначала нужно согласовать ваш выходной день, который вы проведете со своими внуками, со своими детьми. Так, чтобы это не шло в разрез, либо в диссонанс с вашими убеждениями. В итоге, чтобы никто ни на кого не обиделся, нужно проговорить, где вы будете, чем вы будете заниматься со своим внуком, чем вы будете кормить его, сколько вы его уложите спать, и как вообще будет проходить ваша деятельность. Конечно же, многие родители ждут от своих бабушек и дедушек того момента, что они будут заниматься с внуками, что они сядут, почитают вместе книжку, либо сказку расскажет бабушка на ночь, либо они что-то будут вместе мастерить, поиграют в куклы, либо в машинки. То есть создается какая-то иллюзия деятельности, что бабушка с дедушкой будут воспитывать и принимать участие в обучении своих внуков. Но, к сожалению, не всегда это так. Не каждая бабушка решится проверять математику ученика первого класса, либо что-то с ним прописать. Хотя, наверное, то советское воспитание, которое получили наши бабушки и дедушки, оно вполне подходит для обучения наших внуков. Итак, что же значит балуют? Они думают, что они таким образом их просто любят, позволяя им все на свете. В этом выражается бабушкина и дедушкина любовь. Но никто не отменял строгости и справедливости в отношениях. Поэтому вспоминайте иногда своих первых учителей, которые вас держали, возможно, в ежовых рукавицах, и одновременно могли вас обнять, подбодрить. И таких учителей мы вспоминаем как справедливых учителей, строгое, но справедливое. И почему-то дети это чувствуют и тоже продолжают их любить. Это прекрасно, замечательно, если у вас есть такая возможность отдавать на время своих детей бабушкам и дедушкам, чтобы те полностью насладились общением с малышами, со своими внучатами, которых, вероятно, они очень долго ждали и теперь не нарадуются тому факту, что они у них есть.